Здравствуйте! Я благодарен, что мы можем проводить сегодня библейский семинар вместе с вами. Конечно, я не знаю точные цифры, но многие телерадиостанции трассируют это слово по всему миру. И я знаю, что многие люди слушают эти проповеди. И я благодарен, что могу передавать не свое сердце, а сердце Иисуса Христа. Мы проводили молодежный лагерь «Айваэф». В подобных мероприятиях собираются тысячи молодых людей. У нас есть музыкальная программа. И уровень хора «Грайшес» очень быстро рос благодаря организации «Айваэф», мне кажется. Потому что концерт хора «Грайшес» — это, можно сказать, цветы этого лагеря. Так вот, мы проводили молодежный лагерь. В основном я читаю мои лекции. Я рассказываю о мире души. И первый день я закончил лекцию. Я сказал молодым людям. Ребята, у вас есть телефон? Да, есть. Я сказал, после того, как закончится эта лекция, позвоните вашим отцам. Скажите, «Отец, я благодарен тебе». Ты очень много делаешь ради нас. Конечно, мы все знаем, что мы благодарны родителям. Но я сказал, попробуйте выразить эту благодарность. Порой вы можете сказать даже подобное. «У моего друга нет отца. Он живет с матерью в очень трудных условиях. Но благодаря тому, что ты в нашей семье отец, и наша семья может быть в безопасности». Если вы не знаете, как общаться с отцом, «Поговорите сначала с кокосовым деревьем или с деревом манго». И после окончания нашего мероприятия, ребята вышли с телефонами на улицу. На другой день, рано утром, приехала одна легковая машина на том месте, где проходил лагерь. И один мужчина с третьего возраста вышел, говорит, «Здесь моя дочь. Ее зовут Клара. Я бы хотел встретить мою дочь, Клару». И как раз это был перерыв. Поэтому мы объявили... Мы сели друг против друга с этим джентльменом. И спустя некоторое время девушка по имени Клара прибежала к нам. И она сказала папе, «Папа, пожалуйста, прости меня. Я плохая дочь. Прости, пожалуйста, меня. Прости, я виновата». И тогда отец обнял свою дочь. И дочь обняла отца. Они плакали и плакали. У Клары был молодой человек. Однажды молодой человек сказал ей, «Клара, я хочу кое-что тебе показать». «Что же хочешь показать?» И он открыл сумку. Клара была удивлена. Потому что сто долларов купюр было очень много-то. «Откуда у тебя эти деньги?» «Не переживай. Я их не украл. Я их копил с детства». «А для чего?» «Клара, я хочу с тобой уехать вместе в Канаду». «Давай поедем в Канаду». «Кларе было так приятно». «Хорошо». И они пришли в аэропорт, чтобы уехать в Канаду. Отец пришел в аэропорт и говорит, «Клара, ты слишком еще молода, чтобы ехать в другую страну. Даже когда вы окушите университет, вы сможете уехать в другую страну. Но сейчас тебе нужно учиться». Отец очень серьезно попытался пояснить. Клара очень хотела поехать с молодым человеком в Канаду. И в конце концов, она ослышалась отца и уехала в Канаду. И пока была в Канаде, ей было так хорошо. Но их ждала не только радость. Денег было много. Но денег становилось все меньше и меньше. Когда они жили вместе, были вещи, с которых у них было столкновение. Однажды она поругалась с молодым человеком. «Клара, ты это купила?» «О, это же нужно». «Ну смотри, у нас осталось не так много денег ведь». «Если ты все будешь покупать, как мы будем жить?» «Ну если мы не будем ничего покупать, зачем нам нужны деньги?» «Ну все равно, надо же экономить деньги. Ты что?» «Не, но все равно мы же будем тратить деньги. Какая разница?» «Конечно, может быть, это не все». «Но постепенно молодой человек и Клара начали ругаться». «Клара больше не могла жить с молодым человеком». «Яна села в самолет и вернулась в Мексику». «Я отец узнал, и он приехал в аэропорт». «И Клара увидела, что отец ждет ее». Ей хотелось закричать «Папа!» и обнять своего отца. Но с другой стороны, она думала, «Я же ослушалась отца!» «Я же не послушалась!» И ей было так неловкость стоять перед отцом. Ей хочется стоять перед отцом. Но она думает, «Ну как? Я плохая дочь!» И она спряталась. Она вышла через другой выход и вернулась домой. Было бы хорошо, если бы она могла бы сесть в машину отца и поехать домой вместе. Но она чувствовала большую вину перед отцом. Она чувствовала очень большую вину. И она не знала, как стоять перед отцом. Она не выходила из комнаты, пока отец не выйдет на работу. И так проходил день за днем. Отец тоже не знал, как себя вести с дочерью. И однажды она участвовала в мероприятии «Айваэф». И я сказал, чтобы она позвонила отцу. «А, сегодня нужно будет позвонить», — подумала Клара. «Надо позвонить, когда пастор говорит». И она позвонила отцу. «Папа, это Клара. Ты прости меня, пожалуйста. Я виновна». «Но мне было так тяжело сказать, что я виновна». «Я по телефону хочу тебе сказать». «Пожалуйста, прости меня». Услышав эти слова от любимой дочери, отец не мог уснуть. И как только солнце взошло, папа сел в машину и приехал на место мероприятия. И там Клара сказала, «Папа, прости, пожалуйста. Я плохая дочь. Я хотел сделать хорошо, но всегда делал только плохое. Прости, пожалуйста». Папа обнял ее и плакал. И Клара плакала. В общем, это стала прекрасная семья. Это касается нас с Богом. Нам хочется подойти к Богу. Хочется подружиться с Богом. Но следом за плотью, поэтому чувствуем вину в нашем сердце. У нас есть подобные мысли. Но что же Господь Бог требует от нас? Бог не хочет, чтобы мы делали великие дела. Он не хочет, чтобы мы жертвовали по миллионам долларов. Или отдали полностью свою жизнь Богу. Или стали рабами. Нет, а Бог требует у нас. Как сердце отца Клары встретилось с дочерью, подобно этому, Бог хочет, чтобы наше сердце встретили сердцем Бога. А как наши сердца могут соединиться? Очень просто. Надо слышать Слово Господа Бога и принимать Его Слово. Как я могу понимать все Слово Божие? Да, я тоже много не понимаю в Писании. Но сколько я могу понять из Писания? Я принимаю и следую за Богом. Что написано в Евангелии 1 главе? Вначале было Слово. Слово было у Бога. И Слово было Бух. Само Слово является Богом. Оно было вначале у Бога. И все через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. Потом, если мы немножко пропустим, написано, что «И Слово стало плотью». И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Если еще немножко пропустить, написано «И пришел к Своей, но Своей Его не приняли». Но, принимающим, то есть верующим в Него, дал власть быть чадами Божьими. Это основное сообщение, которое есть в Евангелии от Иоанна. А тем, которые приняли верующего имя Его, скажите, есть среди вас те, у которых одно сердце с Иисусом? Нет ни одного такого человека. Тогда как же нам нужно быть? Надо принять Слово Его. А как мы принимаем Его Слово? Хотя нам непонятно. Нам нужно верой принимать Его Слово. Тогда Его Слово ходит в наше сердце, и это Слово начинает вести нас. Господь Бог, Он всемогущий Бог. У Него есть мудрость, у Него есть план, у Него есть мудрость. Я так же следовал за своими мыслями. Я не могу достичь Его мудрости. Я не могу достичь Его силы. Я не могу понять все Его Слово. Но разве мы верим, потому что нам понятно? Если Иисус говорит, я попробую послушать Его. Не надо пытаться все понять, что говорит Иисус. Сначала примите Его Слово. И тогда вы начнете понимать. И у вас тогда будет одно сердце с Иисусом. Вот что значит принимающий. Давайте я продолжу. Так нам говорит Евангелие Диоанна. Что написано в Евангелии Диоанна? В третьей главе был Иисус и Никодим. Иисус сказал Никодиму, что если не родиться свыше, не увидит Царствие Божие. Никодим пытался понять все, что говорит ему Иисус. Как же я смогу родиться? Может ли он второй раз войти в трубу матери? Нет. Надо принять Духом. Иисус, ты сказал родиться Духом? А я не знаю, что значит родиться Духом. Но я попробую. Пожалуйста, поясни. Я попробую. Вот как нужно. Понимаете это? Никодим говорит, как человек, будучи старым, может войти в другой раз в трубу матери? Он вначале обращается к Иисусу, говоря, что ты человек, пришедший от Бога. И что если есть с тобой не Бог, то невозможно делать подобное, что ты творишь. Он говорит, как будто, знаешь, что Иисус от Бога, но не принимает Его слова. Давайте поговорим дальше. Евангелие Дюхана — это очень интересная книга. Никодим в третьей главе, хотя Иисус ему пояснял, но он не понимает Иисуса. Поэтому их беседа ни к чему не приводит. Но что происходит в четвертой главе? Там была женщина-самаритянка. Иисус начинает беседовать с самаритянкой. Они говорят о воде. Иисус сказал, всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источной воды, и кушавшись вечную. Есть разница в уровне между нами и Иисусом. Поэтому, конечно, не все слова Иисуса мы разумеем. Если человек не попробует суп камджатан, он не поймет, что это за суп. И хотя непонятно, но если раз попробует, он поймет, что такое камджатан. О, неплохой суп! Вкусный суп! Следующий раз я попробую с друзьями. И тогда вместе с друзьями сможет есть. Иисус сказал, всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А пьющий воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Когда мы говорим о воде, я вспоминаю очень интересную вещь. Когда я служил в армии, мы проходили тренировку, специальную тренировку по десанту. И тренировки проходят в очень суровых условиях. В тех местах, где ты не можешь вести свободное военное действие. И у нас была зарядка-небаляшка. Первым ты должен прыгать как можно выше. И когда мы прыгали, и говорили, да, командующий, так, я один, вас тысяча прыжков. И в конце нельзя говорить цифру. И все люди начинают прыгать. Раз. Два. И говорят, 999. Кто-то скажет тысяча. Нельзя говорить тысяча, а кто-то обязательно скажет тысяча. И тогда заново нужно прыгать. Это 999-й прыжок. Говорим, не надо говорить ничего. Но обязательно найдется, кто-то скажет тысяча. И в общем, всю силу, всю энергию вытаскивают с нас. У нас есть литровая бутылка воды. И у нас столько пота. Что как бы мы ни пили эту воду, нам не помогает. Мы выпивали по 10 бутылок. Когда мы выходили на тренировку, большой сосуд кладут ящик соли, чтобы каждый брал соль. Да, берут с собой и в банку. Из-за того, что очень много вытекает пота, с организма вытекает весь соль. Поэтому надо без конца есть соль. Вот такую тренировку мы и проходили. Однажды я упал. И я пытался встать, но я не смог встать. И тогда я узнал, что у меня проблемы с сердцем. И из-за этого сердца мне было нелегко. Но знаете, всего лишь 22 мне было тогда. Поэтому я отдохнул пару дней, и я сразу восстановился. Но когда мне стало за 50, мое сердце только ухудшалось. Я испытывал большие сложности. Конечно, я не могу рассказать обо всем. По милости Господа Бога, мое сердце восстановилось. Когда мне было 50 лет, были осложнения сердца. Но в тот день я поручил мое сердце Господу Богу. Получается, почти 30 лет тому назад это было. И на протяжении 30 лет у меня было очень хорошее сердце. Когда я просил, чтобы Бог иссилил мое сердце, у меня не было на тот момент опыта, чтобы я стал здоровым. Но я верил в Господа Бога. Мы верим не потому, что все разумеем или все понимаем. Но то, что Бог дает, оно ценное, поэтому мы принимаем. Что сказал Никодим? Как человек, будучи старым, может войти? Может ли в другой раз войти в трубу матери? Другими словами, он не понимает, что говорят ему. Однако, самаритянка говорила иначе. Всякий пьющий воду с ее возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую ядом ему, тот не будет жаждать вовек? Поскольку нам известно, если пить воду, нет воды, от которой ты не будешь жаждать вовек. Верно? Разве есть вода, от которой ты не будешь жаждать вовек? Такой воды нет. Однако, самаритянка, она оставляет свое сердце. Хотя ей кажется, что это невозможно. Но у него есть ответ. Она могла сказать, «Господи, что это за вода такая? Не надо шутить! Тем более, мы впервые раз видимся!» Она могла так сказать. Но она сказала иначе. Она сказала, «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить черпать воды». Вот есть такая разница души. И это большая разница. В пятой главе Евангелия Диона Никодем в третьей главе Евангелия Диона, хотя он говорил, что он знает, что Иисус — это учитель от Бога, но он не поверил словам Иисуса. Иисус не говорил нам что-либо делать. «Пришел к своим, но свои его не приняли. Но принимающим, то есть верующий в имя, дал власть быть чадами Божьими. И надо просто принять это Слово. Не надо пытаться понять Слово. Хотя, может, непонятно, но Слово Божие — это истина. Мы не можем все понять. Поэтому не надо пытаться все понять. Надо просто верой принять Его Слово. Это Иисус. Он Бог. Он единственный. Надо принять, открыв сердце свое. О чем рассказывается в пятой главе Евангелия Диона? В пятой главе. Есть человек, который болел 38 лет. Он лежал у купания Вефезда, куда ангел спускался, и когда первый входит при возмущении воды, исцелится. И многие больные находились там. Но человек, который болел 38 лет, он не находился в лесе, а находился в окраине от купания. Почему? Потому что даже если он увидит, как возмущается вода, что бы он ни пытался селить, у него не получится исцелиться. Поэтому он даже не пытался войти в купальню. Прежде чем он входит, другой входит прежде него. Человек, который болел 38 лет, он находился немножко вдали от купальни. И Иисус встретился с ним. Спрашивает, хочешь ли быть здоров? Да, Господи. Но не имею человека, который отпустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Сердце человека, который болел 38 лет, мы можем почувствовать искреннее сердце, которое хочет исцелиться. Он видит, как возмущается вода. И я первый должен войти. Но из-за того, что я не могу двигаться, что бы я ни делал, я не могу войти первым. Поэтому прежде чем меня входит другой. Вот что это значит. Иисус сказал, «Стань, возьми посель твою и ходи». Это суп камзактанг. Почему? Потому что он же никогда не пробовал. Вот пастор Джосеф, вы пробовали? А, но он все-таки в Корее, поэтому, наверное, все пробовал. Но вначале, ведь он же не знал, правильно? Да, сначала вы же не знали. Не зная, но заказал, верно? Друг пояснил, правильно, что это такое? Так ведь? Ну ладно, я попробую. Я не пробовал никогда. Совершенно верно. Когда Иисус сказал, «Стань, возьми посель твою и ходи», но я же не могу ходить. Я же не пробовал ходить. Но если он говорит, «Я попробую», и это человек принимает. Да, он не знал, что такое суп камзактанг, но послушав другого, и заказывает суп камзактанг, и когда попробовал, он узнает, что такое суп камзактанг. «Ой, какой вкусный суп!» Идет другим людям и говорит, «Давай я тебя угощу камзактанг». А что такое суп камзактанг? Слушай, там есть вот кости, и там мясо. Это очень вкусно. Поверь мне, суп такой хороший, и тебе подойдет, тем более ты кореец. Хорошо, пойдемте. Итак, пробует суп камзактанг. Иисус сказал, «Возьми посель твою и ходи!» Да, непонятно. Кажется, что я не могу ходить. Но больной говорит, он взял и последовал. Этот больной думает, «Ну я же не могу ходить!» «Я ведь пытался, но не получилось!» Но... уповая на слово, он сделал шаг. Вот чему учит нам Евангелие Диоанна. Я принимаю не потому, что я разумею все. Когда я, например, Никодим не понимал, если бы он сказал по-другому, если бы он сказал, «Господин, я не знаю, что такое родиться свыше, но я хочу родиться свыше! Поясни, как я могу родиться свыше!» «Поясни, пожалуйста!» «Научи меня!» Так надо было отвечать. Но он никодивно отвечает. Иисус очень просто объясняет. «Как Моисей воздвиг змею в пустыне, так он решит быть вознесенным к Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Об этом написано в книге числа, он даст первой главе. Израильяне шли в пустыне, и их сердце устало, и они начали возмущать. Тогда Бог послал ядовитых змеев. Говорят, эти змеи могут прыгать на несколько метров вверх. Их начали жалить ядовитые змеи, люди начали умирать. Тогда они сказали, «Ой, Господи, прости, мы виноваты!» Моисей просил Бога, чтобы Бог удалил змеев. Но Бог не удалил змеев. Он сделал, чтобы повесили метную змею. И сказал, «Всякий, кто посмотрит, будет жить». Вот как все устроено. Непонятно как. Ужалил ядовитые змеи, они умирают. Если поставить змею, будут жить, непонятно как это возможно. Но не нужно понимать. Надо веровать. Когда я что-то говорю, или когда паспорт Джосип мне говорит, он может говорить то, чего я не понимаю. Не только касается супа, но даже если я не понимаю, ему можно верить. Надо принять его слово. И когда мы принимаем, мы сможем увидеть, мы сможем понять, и у нас появится вера. То, чего мы ни разу не видели, надо хотя бы раз увидеть, тогда мы сможем понять. Если мы не попробуем, мы не поймем, что это. Что мы не понимаем? Надо попробовать, тогда мы поймем. Ночь, которая впервые ввезет машину. Если начнет ввести машину, он поймет, что такое ввести машину. Таким образом надо научиться вере. Мы принимаем слово Иисуса. Однако Никодим не принимал слова Иисуса. Иисус сказал, «Как Моисей воздвиг змею в пустыне, и так надлежит Сыну Человечесному быть вознесено». Эту змею, которую сделал Моисей, делали из мети. Медь символизирует суд. Почему медь? В Библии каждое сырье имеет значение. Золото, например, символизирует славу Божию. Церебро символизирует цену за искупление. Камень символизирует закон. Медь символизирует суд. И когда говорится о суде, Бог использовал медь. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Моисей воздвиг змею в пустыне. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Почему, если мы смотрим на медную змею, мы остаемся живы? Как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит Сыну Человеческому быть вознесено. Мы смотрим на то, как Иисуса Христа распяли на кресте. Почему же Иисуса распяли на кресте? Чтобы на кресте очистить наш грех вместо нас. Он получил суд, который должны были получить мы. И числом 21 главе медной змея символизирует Иисуса Христа, крест Иисуса. Меня ужалил ядовитый змея. Яд мучает меня и делает, чтобы я умер. И грех делает, чтобы я погиб и я страдал. Бог сказал Моисею воздвигнуть медную змею. Ну, Бог, ведь змея ужалил, а зачем мне смотреть на медную змею? Это же невозможно. Но если мы посмотрим в Писание, те, кто ужалил змеи, когда смотрели на медную змею, оставались живы. медная змея символизирует Иисуса Христа, который получил суд вместо нас. Мы смотрим на Иисуса Христа, который был распят на кресте. Почему же Он взял терновый венец? Почему же Его ранили? Почему же Он пролил кровь Свою? Почему Он взял мой грех? Он получил наказание за меня. Это значит, что мои грехи омыты. Если Он омыл, значит, я омыт. Иисус Христос получил наказание вместо меня, поэтому мне уже больше не нужно получать наказание. Знаете, что удивительно? Я поверил в эту истину. Рома 3, 23 стихе написано, потому что все согрешили, лишены славы Божией. Но 24 стихе, если мы посмотрим, написано, «Искуплением во Христе Иисусе». Иисус искупил нас. Как? Получив суд вместо нас. Иисус, которого распяли. Он получил наше наказание. Я воровал. Я обманывал. Я совершил множество грехов. Но суд мой завершен на кресте. Когда я смотрю на крест Иисуса, я понимаю, что вот, мое наказание завершено на кресте. Мой суд завершен на кресте. А если завершен, значит, я чист. И когда у нас появляется вера в это слово, почему же Иисус пролил кровь? Почему же Его изранили? Почему же забили гвозди на руки? Он получил суд вместо меня. Значит, мое наказание уже завершено. Значит, мой суд завершен. Значит, мое наказание завершено. Значит, я спасен. Аллилуйя. Аминь. Сегодня многие люди ходят в церковь. Они говорят, что Иисус Христос за наши грехи умер на кресте. Но называют себя грешником. Тогда какой связь имеется между мной и крестом? Если Он не смог очистить наши грехи, тогда толк от креста Иисуса. Это неправильно. Когда Иисус умирал на кресте, Он умер на кресте не потому, что у Него был грех. Он получил наказание вместо меня. Поэтому Он умер. И через распятие Иисуса Христа все наказание мое завершено. Моисей сделал метную змею и повесил на знамя. И метод символизирует суд. Метная змея получила суд, который должен был получить израильский народ за свои согрешения. А если уже суд завершен, мое наказание завершено. Поэтому ядовитый СМИ больше не может меня ужалить. Даже если ужалит, поскольку суд уже завершен. Если я воровал, обманывал, я совершил множество злых дел. Но когда я пришел, чтобы получить суд, там написано обо мне, о моих грехах. Я думаю, о, все, я погибну за такое, за такое соделанное. Но читаю дальше документ. А там написано, что Иисус получил наказание вместо нас. Надо слово одно добавить. Не оставив ни одного греха. Иисус получил все наказание. Тогда уже все завершено. Все завершено. Все просто. Иисус Христос, Он не говорит, что Сын Человек должен быть вознесен, имея такого плана. Однажды я в Тегу проводил библейский семинар. И журналист из газеты Тегу Мэйл пришел, чтобы взять у меня интервью. Он попросил пастору, дайте, пожалуйста, время. Я сказал, конечно. Он говорит, по-моему, ваши проповеди отличаются от проповеди других служителей. Скажите, в чем различие между вашими проповедями и проповедями других служителей? Он спросил. Я сказал, как я могу это одним словом пояснить? Но он попросил, пожалуйста, вкратце расскажите. Я сказал, вы ходите в церковь? Он говорит, нет, я не хожу. Почему? Ходите в церковь, я сказал. Потом я сказал. Вы когда-нибудь слышали о том, что Иисус Христос умер на Христе? Он говорит, конечно, я слышал. А почему он умер? Ну, говорят, за наш грех вроде бы. Я сказал, совершенно верно, господин журналист. Это в чем же различие между вашей церковью и других церквями? В других церквях, хотя Иисус Христос умер за наш грех, называют себя грешником, потому что согрешили. И таких церквей очень много. Я же говорю иначе. Хотя я много согрешил. Но Иисус Христос умер за меня, поэтому мои грехи были омыты. И я говорю, что все наши грехи Иисус очистил, не доставив ни одного греха. Может быть, кажется, что это нагло звучит. И это слишком как-то странно. Но то, что мои грехи омыты, это правда. Он очистил чистящим образом. Он спросил, правда ли в других церквях называют себя грешником? Я сказал, а вы сходите, попробуйте, спросите. Правда? Тогда во что они верят? Как это Иисус умер на кресте? Мы остались грешниками. Но сегодня многие церкви учат так. И пастор называет себя грешником. И пресс-виктор. Тогда толк от того, что Иисус умер на кресте. Оставив человеческие мысли. Кремля на 4 главе 25 стихе написано. Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Если Он говорит, что оправдал нас, значит, у нас нет греха. Значит, наши грехи уже омыты. Иисус умер на кресте за нас. И поскольку Он очистил все наши грехи, Он молчал все наказание. Поэтому Он говорит, что мы оправданы. Но если люди говорят, что они верят в Иисуса, называют себя грешником, получается, крест был напрасен. Почему? Слово говорит иначе. Люди говорят, мы согрешили, поэтому мы грешники. Но мы не только согрешили. Иисус очистил наш грех на кресте. Что значит верить в Иисуса? Это верить в то, что на кресте наши грехи уже омыты. И когда мы верим в Иисуса Христа, мы верим в то, что наши грехи уже омыты. Если мы называем себя грешником, получается, Иисус не смог очистить наш грех. Тогда там не будет истинной веры. Это очень просто. Наши мысли отличаются от мыслей Бога. Вы ведь не отдаете свою жизнь ради других. А Бог отдал жизнь Своего Сына за нас. Наши мысли отличаются от Его мыслей. Иисус, когда умер на кресте, Он очищает все наши грехи. Поэтому Он мог умереть на кресте. Но если бы Он умер на кресте, а наши грехи остались, тогда кто вообще согласится умирать на кресте? Этого быть не может. Иисус был распят на кресте. И затем Он очистил все наши грехи. Иеремия 31-й главе написано, «Я прошу беззаконие их, и грехов их не воспомину более». Это девушка Клара, о которой я рассказывал. Она провинилась перед Папой. Папа действительно любил свою дочь. Он с радостью поехал в аэропорт, чтобы встретить свою дочь. Ей хотелось сказать, «Папа, папа!» и обнять своего отца. Но она провинилась перед отцом, поэтому она спряталась. Она спряталась. Она провинилась. Но Папа приехал в аэропорт, потому что все уже простил и любит свою дочь. Однако Клара закрывалась в комнате. Она не выходила, пока отец не уходил на работу. Отец хотел общаться сердцем с дочерью Кларой. И в тот день Клара позвонила отцу. Папа от радости не мог уснуть. И утром сразу примчался. Клара сказала, «Папа, проси меня». Но Папа любит Клару. И он не хотел обвинять ее. Он хотел иметь одно сердце с дочерью. Клара провинилась. Тогда на этом все заканчивается. Все решается. Мы согрешили. Мы провинились. И Бог знает об этом, что мы не можем ничего решить. Поэтому посылает Иисуса Христа. И Он очистил наши грехи белее снега. Но люди, которые имеют свои мысли, они обманываются сатаной и продолжают насевать себя грешником. Они становятся противниками Креста. Хотя непонятно. Однако самаритянка Иисус сказал, «Сякий пищу воду с ее уважаешь это опять». «А пищу воду, которую я дам ему, не будет жажить вовек». И просто приняла эти слова. Человек, который болел 38 лет, прекрасно знает, что он не может ходить. Он пытался, но не получилось. Однако Иисус сказал, «Возьми посетив твои и ходи». Этот человек Он же Бог. И если Он говорит детей, Он прав. Значит, я смогу ходить. Это касается и меня. Я прошу беззакония их. И грехов их уже не воспоминал более. Так говорит Господь. Бог говорит, что все мои грехи уже омыты. Что Он не воспоминет их. Бог же не обманывает. Почему? Если Бог помнит моих грехов, то представляете, как Ему будет стыдно перед Богом. Тогда, может быть, мне тоже нужно будет убегать, Клара. По этой причине. Он сказал, что Он просит грехи наши и не воспоминет боли. Надо просто принять Слова Бога. Не надо ничего изучать дополнительно. Не нужно ничего обсуждать. Просто поверьте, что наши грехи омыты. Бог сказал, что Он не воспоминет наших грехов. Он говорит, что наши грехи уже омыты. В разных местах Писания есть подобное Слово. Не надо верить своим мыслям. Надо верить в Слово Бога. Тогда мы сможем принять то, что принадлежит Бога, а не мне. Бог говорит, мои мысли не ваши мысли. Совершенно верно. То, что возможно нам. Бог любит нас, и Он Спаситель наш. Это самое главное Слово. У меня было много греха, я часто был обречаем совестью. Но Бог говорит, что мои грехи прощены, и что Он не воспоминет моих грехов. Я в это поверил. Бог очистил мои грехи. Он говорит, не воспомину. Это было удивительно. И я поверил в Его Слово. С того момента сердца Божия вошло в мое сердце. Когда я соединился с Его сердцем, Бог вел каждого из нас. То, о чем я не мог даже представить, Бог совершал. Я был благодарен и удивлен, видя все, что сделал Бог. А деть Клары уже просил Клару. Но Клара закрылась в себе. И когда сказали одно слово, оказалось, что отец уже давно просил ее. Не называйте себя грешником. На крысе все ваше наказание уже решено. Не верьте в свои мысли. Веруйте в Слово Бога. Бог говорит, не воспомяну. Написано, что Он омыл белее снега наши грехи. Даже если мы помним свой грех, наши грехи омыты. Как будто мы едим суп к камдзактан. Попробуйте испытать прощение грехов. Попробуйте принять Его Слово в свое сердце. Слово, которое говорит, что не воспомяну. Тогда сеть засеет в ваше сердце. Вы будете счастливы. Дух Святой будет действовать в вас. Тогда почему не можете принять? Потому что сатана мешает. Не обманывайтесь сатаной. Неважно, какой грех у вас. На крысе уже все решено. Иисус умирает на крысе. Отчистил все ваши грехи. Эта девушка по имени Клара. Она живет в очень хороших отношениях с отцом. Когда я в следующий раз был там, я слышал, что она выходит замуж. Что у нее есть молодой человек. Я верю, что она живет в благословении Божьем. Дорогие слушатели, человеческой любовью невозможно спасти нас. И Господь Бог имеет удивительную любовь к нам, которой нет у людей. Не пытайтесь понять все Его слова. Просто верите Его Слово. Хотя я не могу ходить. Если Бог говорит, идти надо, попробовать идти. Хотя я не могу очистить свой грех. Но если Иисус говорит, что омыл, значит, не омыт. Если говорит, не воспоминет, значит, Он не воспоминет. И вера в это есть вера в Иисуса. Слушать Слово. Не надо жить вслед за своими мыслями. По Слову Божьему идите и принимайте. И тогда в Слове написано «В Сесаре решены славой Божьей». Решены славой Божьей. 24 стих. Искуплением во Христе Иисусе Иисус искупил наш грех. Он спас нас от греха. Написано «Получая оправдание даром, поблагодарите Его искуплением во Христе Иисусе». Пастор Джосеф, Бог говорит, что вы оправданы. Бог говорит, что вы оправданы. Не хотите верить? Все равно ли вы грешник? Тогда вы будете врагами Иисусу. Веруйте. Я многое не знаю. Я много согрешил. Но если Иисус говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. И вера в это есть вера в Иисуса. Тогда вы освободитесь от греха. Можно не молиться ночью. Можно не подниматься на горы для молитвы. Можете не поститься. Хотя вам кажется, что вы грешник. Раз Иисус говорит, что я оправдан, Он говорит, что мои грехи уже омыты. Если Он омыл наши грехи, и тогда даже всем не кажется, что я грешник, значит, я омыт. Мы должны так поверить. Это есть вера в Иисуса. Не восхищайте свою душу выше Слова. Неважно, что вам говорят ваши мысли. Я желаю, что вы принимали Слово Божие. Тогда вы соединитесь с удивительным сердцем Господа Бога. С того момента Бог начнет вести вас. Дух Святой войдет в нас. Раньше мы следовали за злым духом. И мы жили ужасной жизнью перед Богом. Но когда Дух Святой войдет в вас, если вы примете Его Слово, если вы получите руководство Духа Святого, вы не сможете не измениться. Не живите своими мыслями. Живите сердцем Иисуса Христа. Когда ваши мысли отличаются от мысли Иисуса, не принимайте свои мысли, а принимайте Слово Иисуса. Я говорю, что я не могу ходить. Иисус говорит, ходи. Тогда надо ходить. Хотя мне кажется, что я грешник. Но Иисус говорит, что я правда. Значит, я правда. Я, скорее всего, не прав, а не Иисус. Иисус ведь мудрее меня. Я думал, что у меня много греха. Но Иисус говорит, что не воспоминал грехов. Значит, не воспоминал. Значит, он омыл. Не доверяйте вашей душе. Верьте в Слово Бога. Тогда вы сможете жить сердцем Бога. В следующем году исполняется 60 лет, как я поверил в Иисуса Христа. Кажется, только вчера получил спасение, но уже прошло столько лет. У меня сытые волосы, я уже в возрасте. И где бы я ни был, я, скорее всего, вхожу в взрослых группу людей. В 1962 году через Библию я впервые обнаружил, что мои грехи уже омыты. У меня не было особого опыта, но Писание говорит, что мои грехи уже омыты, что Бог не воспоминет мои грехов. Если Библия говорит, что мои грехи омыты, значит, омыты. Что написано к Евреям 10 главе? Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Бог не только осветил меня, но навсегда сделал меня совершенным. По этой причине, по этому слову, я могу сказать, что я навсегда стал омыт. Так совершил Бог. Любимые слушатели, оставьте ваши мысли. Не хотите ли вы поверить в это слово? Как пастор Джосиф попробовал суп хамзата. Сначала мы можем беспокоиться, хотя кажется, что будут проблемы, но пройдет время. Когда мы распорываем суп, тогда мы полюбим. Нам будет хотеться покупать и есть. И оно не так дорого стоит, а много костей. И счастье обогущает нас. Я принимаю слово Иисуса не потому, что я совсем согласен. Порой слово отличается от моих мыслей. Я считал, что я грешник. Но Иисус говорит, что мои грехи уже омыты. Поэтому я праведник. Я оставляю свои мысли. Я решил принимать слово Иисуса. Это есть вера в Иисуса. Я желаю, чтобы сесть сегодня. Оставились свои мысли. Как Моисей воздвиг змею в пустыне. А, эта змея получила весь суд вместо меня. Все наказание получило вместо меня. Мои грехи омыты. Смотря на крест Иисуса, я желаю, чтобы вы так восклицали и веровали в это слово. Я желаю, чтобы Дух Святый вошел в ваши сердца. Я верю, что вы изменитесь.